Ну что, ребята, четвёртый раз я сажусь снимать видео об этой палетке. И в любой другой раз я бы уже забила болт и сказала «до свидания, всё, не хочу я про тебя ничего снимать», но нет. Я обещала, тем более мне в комментариях часто пишут об этой палетке, и в Инстаграме тоже меня просят уже снять видео, либо хотя бы выложить пост. Поэтому четвёртый раз я сейчас буду пробовать сформулировать все свои мысли. Всем привет, меня зовут Аня, и сегодня мы с вами будем говорить о палетке «Седактив Роуз» от Tom Ford. Это палетка под номером 12, и как вы можете догадаться, в этой палетке у нас все 10 грамм. Ху-ху-ху, ребята, в этой палетке нам ещё докладывали наш заветный вожделенный грамм, о котором просто все блогеры поют в Инстаграме и на Ютьюбе. Эта палетка, как и все палетки от Tom Ford, произведена в Италии. На кейсе мы также не будем останавливаться, потому что он стандартный, как в регулярной линейке Tom Ford, терракотовый пластик с золотой шильдой. И предлагаю перейти сразу же к наполнению. Перед этим, ребята, вы посмотрите клоузап этой палетки из Watch, а также два макияжа с этой палеткой. Один макияж, хотя не буду вам сейчас спойлерить, сами все увидите, поэтому давайте уже приступать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, сейчас я вам покажу два наиболее часто используемых макияжа с этой палеткой. Для первого макияжа я набираю сливого коричневого оттенок на пушистую кисть и наношу его во внешний уголочек глаза и складку века. Я делаю это очень медленно, постепенно наслаивая оттенок, потому что высок риск поставить пятно, что, собственно, у меня и получилось. Я поставила пятно во внешнем уголочке глаза и я все время буду пытаться его растушевать. Затем уже другой пушистой кистью я набираю светлый белорозовый оттенок, наношу его под бровь и на две трети подвижного века. Затем на маленький бочонок или кисть-карандаш я набираю сливого коричневого оттенка, прохожусь по ресничному ряду нижнего века и также добавляю этот оттенок во внешний угол верхнего века. Затем я набираю пальцем фиолетово-сиреневый спаркл и наношу его на подвижное веко, избегая внешнего уголочка глаза. Затем также пальцем я набираю розовый спаркл и наношу его во внутренний уголочек глаза. И как всегда я прокрашиваю миш-ресничку коричневым карандашом, прокрашиваю ресницы и вот такой макияж у меня получается. Ну что, ребята, вот такой макияж у меня получился. Не сказать, что я им довольна на 100%, потому что, я думаю, вы сами видите некоторые огрехи с этим макияжем. Конкретно на вот этом вот глазу у меня залип вот этот вот темно-сливовый тенок, как бы вам это показать. Залип здесь во внешнем уголочке глаза и абсолютно никак не хотел тушеваться. И это, ребята, происходит постоянно. Если на вот этом вот веке еще выглядит все так, ну, более прилично, скажем так, да, то вот здесь произошло то, чего я бы не хотела, чтобы происходило тогда, когда я куда-то собираюсь. Я думаю, что никто не хочет, чтобы у него залипали тени на веках, да, потому что это автоматически делает макияж неопрятным, грязным, незаконченным. И либо вы смиряетесь и идете и думаете о том, что, пожалуйста, никто не обращает внимания там на мой макияж, да, либо вы берете и просто переделываете. В общем-то, да. Для второго макияжа на кисть карандаш или кисть бочонок я набираю сливого коричневого оттенка и наношу его на все подвижное веко, таким достаточно плотным слоем, постоянно втирая оттенок в кожу. И этой же кисточкой я тушую тени от впадины на объем, чтобы получить плавный полупрозрачный градиент в складке века, чтобы мне не пришлось оттушевывать его там, простраивать форму для того, чтобы минимизировать риск образования залипания теней и пятен. Затем я наношу светлый белорозовый оттенок под бровь, чтобы немножечко сгладить нашу тушевочку. Затем сливого коричневым оттенком я прокрашиваю нижнее веко. И смотрите, ребята, лайфхак. Спаркл я набираю пальцем, потом брызгаю на палец фикс-пласт, чтобы соединить, смешать, скрепить всю эту разрозненную фиктуру спаркла и только потом наношу этот оттенок на веко с втирающими движениями из стороны в сторону. И именно так я выбиваюсь более зеркального, более гладкого эффекта. Абсолютно так же я поступаю с розовым оттенком. Затем я делаю легонькую оттешевочку в складке и по нижнему веку. Затем я, как всегда, буду прокрашивать коричневым карандашом межресничное пространство. У меня это карандаш от Maybelline. Берите его на заметку. Это очень крутой карандаш для того, чтобы прокрашивать межресничку и выводить стрелку. Я вывожу небольшой хвостик во внешнем уголочке века и кисточкой вытягиваю стрелку к виску. Затем этим же карандашом я прохожусь по внешнему уголочку нижнего века и завожу этот карандаш в ресничный ряд. Затем я беру маленькую синтетическую кисть и оттушевываю этот карандаш немножко вниз. И затем я закрепляю карандаш с левого коричневым оттенком. И вот такой макияж у меня получается. И мне он нравится намного, намного больше, чем первый. Ну что ж, я думаю, что вы уже сделали какие-то определенные выводы после просмотра свочи и макияжа об этой палетке. Но если нет, ребята, то давайте поговорим о каждом оттенке отдельно. В этой палетке у нас два сатиново-матовых оттенка. Вот этот вот розово-молочный оттенок, с левого-коричневый оттенок. И два, я бы назвала их спарклами, либо топперами, потому что это не металлики, это не шиммеры. Один такой фиолетово-лавандовый оттенок и один розовый оттенок. Я думаю, что нам стоит начать с самого светлого оттенка, и это очень светлый, разбеленный розовый оттенок. Он настолько светлый, что даже мою светлую розоватую кожу он очень сильно выбеливает. И есть в нем такая интересная особенность, как и в другом сатиново-матовом оттенке. Они имеют такой красивый розово-перламутровый перелив. И именно поэтому, я думаю, эта палетка названа соблазнительной розой, да, Seductive Rose. Хотя, вот смотришь на эту палетку и думаешь, что ж у меня такого розового, кроме вот этого вот розового спаркла, да? Ну нет, ребята, в ней есть вот эта интересная история с розовыми переливами. А вот этот вот фиолетово-сливого-коричневый оттенок также кажется достаточно таким плоским и неинтересным. Но на свочах, на веках, при плотном нанесении он дает очень красивый розовый перелив. И это подкупает в этой палетке, да? Но что еще я хочу сказать насчет вот этих вот двух оттенков. Оттенки достаточно пыльные и не очень простые в работе. Особенно это касается вот этого вот сливого-коричневого оттенка. Потому что он в тушевке может давать пятна, может залипать на веках. И это в принципе такой оттенок, с которым нужно работать очень медленно, очень вдумчиво, я бы сказала поступательными движениями. Потому что у вас не получится нанести сначала этот оттенок плотно, а затем растушевать. Это не та история, это история не этого оттенка. И это нужно иметь в виду и учитывать в том случае, когда вы начинаете строить форму этим оттенком. Перейдем к двум следующим и последним оттенкам. Это спарклы, это топперы, это что-то, что нужно наносить поверх основного цвета. Если мы будем думать, что это металлики или это шиммеры, мы очень сильно разочаруемся, ребята. Потому что эти два оттенка по своей плотности абсолютно не дотягивают ни до спарклов, ой, ни до шиммеров, ни до металликов. Это конкретно спарклы, либо топперы, называйте как хотите. В общем, это чисто украшающие оттенки. То есть в этой палетке у нас для построения формы есть только два оттенка. Это вот эти вот два сатиново-матовых. Вот эти же оттенки абсолютно не самостоятельные и они абсолютно не являются обязательными в этом макияже. Здесь у нас есть такой фиолетово-сиреневый спаркл с серебряными блестками. И розовый, такой средний по интенсивности я бы его назвала, да, также с розовым блесточком. Вот смотрите поближе. Я думаю, что сейчас вам будет лучше виден розовый перелив с сиренево-фиолетово-сливового-коричневого оттенка. Потому что на самом деле этот оттенок очень сложный. Он очень красивый. Он очень многогранный. Так же, как и вот этот вот бело-розовый молочный оттенок, да, но в них есть вот одно но, что я озвучила. И давайте закончим с этими спарклами. Как я уже показала в одном из своих макияжей, я эти спарклы предпочитаю наносить смоченным пальцем. То бишь, я сначала набираю эти оттенки на палец из палетки, сбрызгиваю либо термальной водой, либо фикс-пластом, либо другим фиксирующим спреем. Это, этот пигмент, он как будто бы собирается от влаги, как будто бы начинает склеиваться. И тогда уже эти спарклы ложатся более плотным, более зеркальным, более красивым слоем на ваши веки. И так же они менее осыпаются. Когда я наношу эти спарклы сухим способом, они в течение дня дают достаточно такие значительные и неприятные осыпания под глаза. Если я наношу это влажным способом, осыпания присутствуют, но достаточно незначительные, можно сказать минимальные, да. И так же это продлевает стойкость всего вашего макияжа. Если у вас жирные веки, допустим, да, либо складчатые, все-таки спарклы это такая разрозненная текстура рассыпчатых переливающихся частиц. И когда вы клипаете, моргаете вашими глазами, да, создаваете трение, то эти частички само собой осыпаются. Но, когда вы их собираете, осыпания не такие критичные, можно сказать минимальные. Что касается стойкости этих оттенков. Эти оттенки очень стойкие. Здесь стойкость на уровне, они не скатываются, не тускнеют, все с ними прекрасно. И что я хочу сказать в итоге об этой палетке. Эта палетка полна сюрпризов, как в положительных, так и в отрицательных смыслах, ребята. Когда ты смотришь на эту палетку, вот просто вот так вот, да, на эти оттенки, они кажутся абсолютно другими. Не такими, какими они являются, а в жизни по итогу. То бишь, эта палетка абсолютно не соответствует тому первому впечатлению, которое она создает. И нужно иметь это в виду. Я бы не советовала покупать эту палетку, как первую палетку от Tom Ford вашей коллекции, либо вторую, третью и так дальше. Я советую сначала познакомиться с более качественными палетками из-за вот этой вот серии. Познакомиться с этими текстурами в других палетках. И уже потом, если вам очень хочется приобрести что-то вот такое интересное и непредсказуемое в свою коллекцию, то да, конечно, вы можете обратить свое внимание на эту палетку. Но я боюсь, что вы очень сильно разочаруетесь, если вы купите эту палетку в качестве первой и ознакомительной для бренда Tom Ford, потому что все-таки сейчас она стоит 88 долларов, да. И цена, как для вот этого экземпляра, конкретно для данной палетки, очень сильно завышенная в плане соотношения цена-качество. Я эту палетку приобрела чуть ли там не с 50% скидкой, мне она досталась очень дешево, поэтому я не так сильно печалюсь о ее таком достаточно сомнительном качестве, да. Но советовать ее покупать за 88 долларов, ребята, я, конечно же, не могу. И в качестве первой палетки, как я уже сказала, тоже. И я думаю, что вы сами в состоянии сделать выводы о том, нравится вам эта история или нет. И я думаю, что вы сами для себя придете к ответу, хотите ли вы покупать эту палетку или нет. Если она у вас уже есть, ребята, обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам палетка или нет. Также, ребята, напишите в комментариях, если вы собирались покупать эту палетку, передумали вы или нет. Обязательно смотрите макияжи, которые будут дальше. Я думаю, что они все-таки помогут вам еще больше убедиться в том, нужна вам эта палетка или нет. А у меня на этом все, ребята. Я с вами, конечно же, не прощаюсь, потому что мы увидимся с вами в следующих видео совсем скоро. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...